всем доброе утро начинаем наш прямой эфир самоценность меня зовут ирина мирная я профессиональный психолог мой блог в instagram мирная . про и сегодня будем говорить о том как полюбить себя для чего это нужно и что это вообще в принципе такое самоценность пока instagram вас собирает я закреплю тему нашего сегодняшнего эфира итак давно удалось закрепить тему нашего эфира друзья мои если у вас будут возникают процессе эфира какие-то вопросы то задавайте мы построим таким образом наше взаимодействие то есть сейчас я дам тему я планирую дать ключевые такие моменты да не планирую что это будет слишком как бы много дальше ваши вопросы по поводу самоценности и не только да возможно какие то еще вас вопросы будут ко мне возникать итак несколько слов обо мне меня зовут как я говорил ирина мирная я профессиональный психолог красный диплом института и уже почти 15 лет я занимаюсь практикой в тиме психологии я работаю как с крупными клиентами корпоративными заказчиками среди моих заказчиков в частности например есть такая компания как муссу болгас монетик на николь мегафон и так далее и помогаем достигать поставленных целей становиться успешными финансовыми результатами и соответственно я также работаю индивидуально с людьми в персональных консультациях очень много работаю на тему карьеры финансов но и в частности периодически работаю на тему гармонизации внутреннего состояния своего собственного до отношений с другими людьми и и абсолютно точно я могу вам сказать что если человек когда у человека есть какие-то цели в жизни и он хочет их получать то однозначно ему очень важно испытывать такое чувство как самоценность неважно это цели связанные с профессиональной какой-то деятельностью либо это цели связанные с гармонизацией отношений с другими людьми или даже со здоровьем очень важно научиться ценить себя то есть это отправная точка почему это важно почему вообще в принципе это как я сказала такая отправная точка в личных целях в частности да дело в том что психологи проводили эксперимент сейчас я вам расскажу в ходе которого они доказали что наше внутреннее состояние наши мысли они напрямую влияют на то что мы имеем в результате эксперимент был следующий взяли три группы людей 1 2 2 1 группе людей ничего не говорили то есть это была просто группа людей второй группе людей дали инструкцию им сказали что сейчас вы пойдете и будете общаться с людьми которые позитивно настроены по отношению к вам а 2 группы третий группе людей сказали что вы сейчас пойдете общаться с людьми которые которые негативно настроены по отношению к вам. В ходе этого эксперимента, да, эти люди, которым давали инструкции, они, конечно же, стали ходить к той группе людей, которой не было никакой инструкции. И в результате, когда спросили вот эту третью группу людей, у которой не было никакой инструкции, и, кстати говоря, они не знали ничего о том, что к ним будут приходить и с ними общаться, и спросили отношения к тем, кто с ними общался. Они сказали, что вот первые ребята, которые подходили, они классные, замечательные, а вторые ребята, которые подходили, нам как бы не очень понравились. Потом психологи повторяли этот эксперимент в различных вариантах, итерациях, и в результате было доказано, что действительно наше внутреннее состояние создает внешнюю реальность. Это действительно факт, потому что на бессознательном уровне мы начинаем создавать действия, которые подтверждают то, что мы испытываем внутри, и то, о чем мы думаем. Поэтому если мы внутри ощущаем собственную ценность, значимость, мы себя любим, то, естественно, в окружающей реальности мы получаем ту же самую реакцию. То есть, допустим, если мы себя ценим как специалисты, мы точно знаем, что мы достойны большей, допустим, заработной платы или в лучших условиях труда, то, конечно же, это и понимает наш работодатель, и мы можем ему это донести. Если в отношениях с другим человеком мы себя тоже ценим, уважаем, мы знаем, что мы достойны к себе определенного отношения, чтобы с нами был определенный человек, то люди к нам начинают таким образом относиться и действительно видеть в нас классного, замечательного человека и того человека, которому важно какое-то особое отношение. Возможно, вы даже замечали, что, допустим, в построении отношений, к примеру, есть женщины или мужчины, которые вроде бы как внешне, не сказать, что красавцы, красавицы, порой даже совсем не красавцы, красавицы, а при этом у них отбоя нет от поклонников, у них все классно, замечательно с отношениями. А есть те, кто вроде бы как внешне очень даже, а в результате отношений у них нет. Это вопрос в том, что действительно, как ощущают себя в том числе эти люди, каждый из этих людей. И сейчас мы с вами будем говорить о том, как же все-таки обрести эту самооценность. У меня, кстати, к вам вопрос, да, и к тем, кто к нас присутствует. Вот в каких контекстах жизни вам не хватает этой самой самооценности? То есть в каких контекстах жизни вы себя, может быть, недолюбливаете, недооцениваете? Если есть возможность написать, поделитесь, пожалуйста, чтобы наш эфир был такой более интерактивный, и у нас было с вами больше диалога. Пока вы пишете, я хочу сказать о том, что не просто так этот вопрос я задала, по поводу в каких контекстах жизни у вас такое состояние. Дело в том, что в каких-то контекстах жизни у нас с самооценностью все здорово, в каких-то контекстах жизни мы можем проваливаться с этой самой самооценностью. И можете обратить внимание, что именно в тех контекстах жизни, где вы с самооценностью проваливаетесь, ну, например, там в отношениях у вас все круто, да, в работе как-то не очень. обычно этот контекст жизни он и требует нашего улучшения да то есть мы хотим чтобы там были лучшие показатели хорошо итак первое это надо понять да в каких контекстах жизни нам этого ощущения чувства не хватает для того чтобы работать с этим улучшать дальше нам надо понять следующую вещь дело в том что самоценность мы можем дать себе только сами да то есть это не параметр который приходит извне потому что очень часто мы ждем что извне это реакция к нам пройдет но это не так а единственный человек который может дать нам эту самую ценность это мы сами каким образом нам надо понять что внутри нас живут три сущности на самом деле живет гораздо больше но там три роли то как мы себя ощущаем но вот три роли до трясущность которые сейчас на зло они в общем-то очень важны нам для понимания для того для кто для той же самой самоценности это наш внутренний ребенок наш внутренний взрослый и наш внутренний родитель те кто читал эрик берна они об этом знают а что такие три сущности и и вот вообще в принципе за любовь к себе за любовь да вот отвечает наш внутренний ребенок то есть все начинается в принципе с него с нашего внутреннего ребенка мы отвечать за наше желание за наше устремление за наши хотелки функция взрослого на самом деле адаптироваться к окружающему миру реальности и решать ситуации реализовывать желание на самом деле в том числе нашего внутреннего ребенка взрослого это такая логическая история до логическая величина я бы сказала и есть наш внутренний родитель который отвечает за то что какие у нас принципы какие у нас ценности какие у нас нормы да то есть принципе родители же они этим занимаются да то есть как рассказывать нам как жить правильно наш внутренний родитель как раз формирует вот эти вот правила жизни как жить правильно плюс ко всему наш внутренний родитель он занимается оценкой оценкой в частности нашего внутреннего ребенка он может хвалить нашего внутреннего ребенка может нашу внутреннюю ребенка ругать и если наш внутренний родитель ругает нашего внутреннего ребенка до недохваливает недолюбливает может быть где-то в каких-то моментах то у нас начинаются проблемы с самоценностью и мы ищем подтверждение того что мы хорошие на стороне например если даже посмотреть на детей например очень часто в подростковом возрасте дети которые недополучали любовь от родителей ну либо строгие родители до воспитания у них либо родители не всегда понимают свою чадо они начинают искать это любовь признание значимость на стороне виде своих сверстников так вот для того чтобы мы перестали искать эту значимость на стороне и научились сами себя любить нам конечно нужно начать работать с нашим внутренним родителем как он относится к нашему внутреннему ребенку мы себя на мой себя когда допустим сделали какую-то ошибку мы себя ругаем или же мы говорим стоп ты хорошая ты замечательная там ты хорош ты замечательный но но в этой ситуации да вот здесь можно было бы сделать чуть иначе давай мы следующий раз то мы поступим вот таким-то таким-то образом но при этом с позиции что ты классный ты замечательный ты хороший просто может быть вот этот поступок был не такой как можно было бы да либо там ты совершил ошибку но это не повод плакать этот повод всего лишь разобраться в ситуации понять как ты будешь действовать дальше то в следующей ситуации можно себя чаще хвалить и нужно себя чаще хвалить я очень люблю такую практику как на вечером делать самому себе самой себе комплименты смотря в зеркало глядя в зеркало даже утром да то есть отмечать что замечательного в течение дня я сделал да в чем я молодец вот если кратко до говорить о теме самоценности общая откуда растут корни то на самом деле вот все крутится вокруг вот этой вещи которая только что рассказала то есть как только сделали какую-то ошибку либо что-то еще то мы говорим себе я молодец я хорошая хорошая я любимая но при этом да вот здесь можно было бы сделать иначе следующее мы отмечаем свои успехи в конце дня то есть это по сути дела наш внутренний родитель тоже отмечает успехи ребенка и говорит что ты там молодец в этом в этом еще можно повышать любовь к себе за счет того что баловать свою ребенку например выписать чтобы вы хотели получить то это что бы вам хотелось там начиная с очень простых элементарных вещей без того что вы хотите утром пить кофе вы хотите мороженое так далее заканчивая какие-то глобальными вещами и баловать себя самим себе покупать мороженое кофе даже цветы да если вы хотите например получать цветы ну и когда вас критикуют со стороны кстати самоценность очень часто падает по этому поводу когда вас с внешней стороны критикуют то задача не впадать в историю что а я я верю этому человеку и действительно я вот такой неумеха а просто поблагодарить этого человека за обратную связь если она конструктивная либо да там сказать что спасибо но ваше мнение не нуждаюсь и самому себе оценить действительно ли вот обратную связь которая далее она конструктивно и стоит изменить что-то в себе либо это был просто какой-то странный наезд итак я готова к вашим вопросам так вашим вопросам потому что я очень хочу чтобы носили с вами были вопросы что такое самоценность как ее получить и какие даже есть технологии как это сделать самостоятельно я вам дала можно еще там и ряд инструментов дать но на я думаю что в рамках такой работы чисто в прямом эфире этого будет достаточно даже если этого начнете делать то вы почувствуете как самоценность это самое у вас будет повышаться вопросы давайте ваши вопросы какие то может быть у вас сложности есть возникают давайте пока вы пишите вопросы я сейчас если самооценка зашкаливает что значит самооценка зашкаливает у вас зашкаливается оценка или что и так по поводу самооценки до самооценки самоценности естественно все должно быть в рамках здравого смысла да то есть есть например люди которые не умеют себя оценивать адекватно которые только и занимаются тем что себя хвалят а на самом деле результатов у них никаких нет здесь на помощь приходит наш внутренний взрослый который как раз отвечает за рациональность за здравый смысл и которая может быть как третейский судья между нашим внутренним ребенком и соответственно нашим родителям если он понимает что родитель скажем так не заслуженно постоянно хвалит хвалит ребенка и ребенок не видит что как бы нам нужно на самом деле развиваться как-то совершенствоваться да и ребенок искренне считает что все другие там дураки а я там такой крутой то тогда надо просто даст добавить здравого смысла немножко родителю да вот вообще в принципе в этих наших внутренних отношениях между нашими внутренним ребенком родителям и взрослым на помощь приходит в принципе наблюдение со стороны за реальными родителями и детьми действительно ведь если родитель совершенно неадекватно оценивает ребенка с точки зрения того что но ребенок действительно там накосячил да там обидел какого-то допустим ребенка в песочнице отобрал либо игрушку а родитель вместо того чтобы дать обратную связь своему чаду то что так делать не стоит он говорит да тут все дураки да ты красавчик это ненормальная история ответил он вопрос друзья мои еще вопросы еще вопросы пока вы пишете организационные такие моменты естественно если кому-то потребуется проработка с самоценностью то есть вы почувствуете что самостоятельно у вас как-то не очень получается то вы можете обращаться ко мне я естественно с этими вопросами работу в рамках психологических консультаций и естественно результаты сто процентов есть потому что мои клиенты и сильно очень здорово по жизни продвигаются то есть буквально вчера например я общалась с моим учеником который буквально два года назад был безработный без денег безо всего сейчас он занимает очень крутую должность в сбербанке с доходом зарплаты в 300 тысяч плюс в сбере плюс еще сейчас он занимается инвестициями инвестиции мужем лично приносит больше чем его зарплата и мы с ним кстати говоря очень много работали в том числе на темы самоценности его как специалиста профессионала потому что он действительно очень умный и грамотный человек он занимается рисками в сбербанке да а там в общем не всех ни подряд не берут и вот как раз таки ему не хватало этой самоценности мы с этим работали поэтому если нужно кому-то будет с этим вопросом поработать пишите мне в директ мирная точка про можно будет с этим разобраться но и еще если вы хотите вообще в принципе понять что у вас может быть тормозить в по жизни в реализации ваших целей желаний и стремлений можете приобрести гайд что мешает достигать поставленных целей в котором расписана вся технология реализации желания и плюс ко всему там есть список вопросов 44 вопроса такой скажем так тест пройдя который вы точно поймете что у вас конкретно не работает в процессе реализации ваших целей желаний вам просто станет понятно чем нужно в первую очередь работать этот гайд стоит 350 рублей я автором его являюсь я это тоже просто труд который основе моего практического опыта созданы поэтому если вы захотите его приобрести также можно написать мне в директ мирная точка про но и вообще в принципе я вас приглашаю в мой блог мирная точка про у меня очень много полезных техник в stories в ленте а то есть действительно вот открываете делаете и вам уже в самостоятельном формате будет очень гармонично с собой да и вы будете иметь начнете уже получать до первые успешные результаты в жизни и так я смотрю что вопросов нет да то есть я их пока не вижу если у вас какие-то вопросы будут возникать после эфира да возможно кто-то будет смотреть записи я думаю что точно будут люди кто будет смотреть записи то вы можете написать мне в директ мирная точка про любой свой вопрос друзья мои пока мы здесь да вот и смотрю что у нас есть люди онлайн какие у вас есть вопросы вопросы давайте еще минутку я подожду ваши вопросы используйте возможность раз вы уже на эфире используйте возможность задать свой вопрос не обязательно кстати про самооценку про самооценность про что-то возможно другое вы захотите меня спросить пока вопросов я не вижу ну тогда мы будем завершать наш эфир он получился коротким но насыщенным то есть ключевую мысль идею которая относится к самооценности я вам дала но начнете это осознанно применять вы уже увидите свои первые результаты в жизни успешно с точки зрения своей самооценности самооценки появился у нас вопрос от анны как отвечать обидчиком вера в себя пропадает когда муж гнобит говорить то есть родитель он что делает в том числе защищает своего ребенка то есть и вот опять таки представьте себе ситуацию там детская площадка да вот вы гуляете с ребенком тут подходит какой-то человек со стороны и начинает вашего ребенка гнобить просто да там делать ему какие-то странные замечания и говорить что-то тупое так далее как вы поступите ну да например в любом случае я думаю что каждый родитель скажет многоуважаемый какое право вы имеете разговаривать так с моим ребенком да то есть это он он как бы замечательный умный красивый да я вас попрошу подобные вещи в адрес моего ребенка оставить при себе да то есть если у вас какие то есть вопросы со мной можете обсудить но точно не имеет смысл да вот обзывать или как-то унижать на его ребенка то же самое переносим на контексты отношений то есть если то есть у вас должны быть выстроены личные границы то есть четкое понимание что можно в отношении вас а что нет то есть вы просто садитесь с мужем и говорите дорогой мой любимый да мне важны наши отношения но меня абсолютно точно да то есть вы говорите о своих чувствах обижает и задевает когда ты вот таким образом ко мне там относишься или таким образом говоришь мне я ну глубоко уверена то что вот эти слова которые ты ко мне говоришь они ко мне не относятся поэтому давай мы с тобой разберемся вот когда ты так говоришь с какой целью ты это говоришь зачем ты говоришь ты хочешь получить какую-то мою реакцию если какую-то реакцию давай мы тогда договоримся что каким-то другим способом ты будешь выражать свои мысли вот если это просто способ самоутвердиться за счет меня давай тогда ты будешь какие-то искать другие способы самоутверждения не то что отпускать такие вещи в мой адрес и вы спокойно по-хорошему людям это объясняете да ну вот примерно строить диалог как я вам только что говорила поверьте если человек действительно относится к то есть вы для него цены важны он вас услышит только важно то есть сначала проговариваете чувство что мне это задевает обижает и хотелось бы чтобы ты иначе вел себя по отношению ко мне да то есть вот это поведение недопустимо и дальше вы уже смотрите на развитие событий на развитие действий если человек продолжает себя подобным образом вести то это большой повод в принципе задуматься на то кто находится рядом с вами но если скажем так в целом у вас отношения гармоничные да ну просто по какой-то причине чекся так начал вести это повод разобраться я кстати говоря тоже в отношениях вот подобные разговоры со своим супругом вела да то есть у нас тоже был период когда как-то мне не нравилось какое-то под на поведение по отношению ко мне и человек меня услышал хорошо еще вопросы какие у вас есть ко мне если какие-то вопросы еще есть по отношению по этой теме ко мне по этой теме задавайте задавайте если вопросы какие-то есть задавайте кстати пока вы пишете вопросы да возможно какие-то нас еще появится вот то что мы сейчас разобрали по поводу отношений да что там кто-то гнобит ну то есть это же относится к отношениям с любым человеком с теми же самыми родителями с теми же самыми коллегами по работе с клиентами то есть просто единственное что порой нам в этом смысле смелость данную требуется но позвольте себе быть смелым человеком по отношению к себе потому что если вы дальше продолжите жить жизнь других людей быть хорошими для других то на самом деле поверьте вы будете ни для кого нехороший потому что нас начинают ценить тогда когда мы начинаем заявлять о своих границах тогда когда мы начинаем себя проявлять отстаивать только повторюсь это должно быть в конструктивной форме в конструктивном диалоге истериках криках и обзывание другого человека да то есть это скорее диалог такой должен быть да я вижу что она благодарит благодарит ну что если вопросы будут пишите мне директ мирная точка про благодарю вас за то что вы сегодня были благодарю за ваши вопросы вопросы были классными я вам желаю любить себя ценить себя чтобы окружающий мир люди тоже в общем то относились к вам подобным образом оно на самом деле так и будет если вы научитесь себя ценить любить будете себя ценить любить повторюсь в адекватных проявлениях и конечно же желаю вам быть счастливыми чтобы ваше представление о том что такое жизнь жизнь в счастье она обязательно реализовалась прекрасных прекрасного вам понедельника прекрасной вам недели будьте счастливы будьте счастливы будьте счастливы